Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш сегодняшний урок посвящен спряжению греческого глагола didami. Он соответствует 34 главе в учебнике Мауса. Это первый из трех уроков, посвященный спряжению глаголов nomi, которое также иногда называют атоматическим спряжением. Но прежде чем обсуждать это дальше, давайте просто напомню в двух словах, что такое спряжение. В русском языке тоже есть такое явление, когда разные глаголы имеют разные наборы окончаний при изменении по лицам и числам. Мы можем взять глагол, например, читать и говорить. Я читаю, ты читаешь, он читает, они читают и так далее. Я говорю, ты говоришь, он говорит, они говорят в виде, они читают, они говорят разные окончания. Читать и говорить принадлежат к первому и второму спряжению русских глаголов соответственно. То есть спряжением можно назвать разное изменение глагола по лицам и числам, ну или разные наборы окончаний, которые есть у глаголов. До сего момента мы с вами обсуждали только один вариант спряжения греческих глаголов. Помните, в настоящее время действительно залог o-a-s-a, omen это pusin. Я надеюсь, вот этот вот набор окончаний, ну или, если точнее говорить, соединительное гласное плюс окончание для глаголов, вы теперь уже очень хорошо помните o-a-s-a, omen это pusin. Но это не единственный возможный набор окончаний у глагола. Но на это отчасти намекает глагол a-me, у которого совершенно другой набор форм, но e-me, он вообще очень нерегулярный глагол, с распространенными глаголами такое довольно часто встречается, и на самом деле набор его форм не подпадает ни под одно из спряжений. Тем не менее, помимо e-me, который очень-очень неправильный, есть еще несколько глаголов в греческом языке, которые в первом лице единственном числе имеют окончание mi, и не только в этой форме, но и в других формах имеют тоже свой собственный отличающийся набор окончаний, и эти окончания мы должны с вами изучить, но и другие некоторые особенности, которые присущи этому классу глаголов, нам тоже нужно рассмотреть. Три урока мы посвятим обсуждению всех особенностей этих глаголов, и, собственно, на этом первая часть курса греческого языка у нас будет завершена. Данный урок посвящен только одному из таких глаголов, глаголу динами, но его поведение очень типичное, очень характерное. Если вы разберетесь, что происходит с глаголом динами, то потом по аналогии легко будет разобраться и с особенностями остальных глаголов нами. Итак, как именно нам лучше разбираться с особенностями этого глагола? Есть пять правил, представленных в учебнике. Если вы эти правила освоите, запомните, научитесь применять глаголу динами, то вы сможете узнавать их форму. Да, их формы, на первый взгляд, достаточно сильно отличаются от форм остальных глаголов, от форм другого споряжения. Тем не менее, зная эти пять правил, понимая, как эти правила применяются, вы в этих глаголах достаточно легко разберетесь. И первое правило связано с особенностями образования временных форм у данных глаголов. У глагола динами корень до. И этот корень мы с вами встретим в разных временах этого глагола, но вот в настоящем времени мы видим не до ми, а дидо ми. И вы уже, наверное, привыкли и знаете, что форма настоящего времени у многих глаголов выглядит довольно странно и довольно сильно отличающаяся от корня глагола, но для глаголов нами это особенно важно. У глаголов нами в настоящем времени происходит следующий процесс. Первая согласная корня удваивается, и между удвоившимися согласными вставляется йота. Это очень напоминает то, что происходит при образовании перфекта угла голов, когда первая согласная корня удваивается, но в перфекте вставлялась эпсилл. А вот в настоящем времени у глаголов нами при удвоении вставляется йота. Поэтому форма глагола дидами в настоящем времени глагола с корнем до, это ди удвоение, видите, до и ми соответствующее окончание для первого лица единственного числа. Вот это удвоение нужно запомнить, и нужно осознавать, что у дидами корень до. И поэтому, например, когда образуется форма будущего времени от глагола дидами, то берется корень до, добавляется сигма, стандартное образующее будущего времени, добавляется стандартное окончание первого лица единственного числа за пределами настоящего времени, там окончание у глаголов нами, такие же, как у остальных глаголов в основном, и получается форма досо. Досо – это будущее время от глагола дидами. Если вы посмотрите, дидами и досо кажутся сильно не похожи глаголы, но если вы помните, что дидами – это глагол с корнем до, у которого в настоящем времени произошло удвоение и получилось дидо, то с этим глаголом иметь дело будет гораздо легче. Кстати, можно отметить, что даже у некоторых глаголов, не имеющих окончания «ми», не принадлежащих к тематическому спряжению, в настоящем времени происходит или происходило исторически подхожее удвоение. Помните глагол «геноска» с корнем «гно». У этого глагола много всевозможных особенностей, но вот посмотрите внимательно на его форму настоящего времени. «ГИ-НО-СКО». Как она образовалась? Во-первых, конечно, добавился суффикс «ска», который типичен для настоящего времени, и во многих глаголах настоящего времени встречается. Но помимо этого тут тоже имело место удвоение. Когда-то у этого глагола была форма «гиг-НО-СКО». Вот этот корень «гно», у него произошло удвоение, и «гно» в настоящем времени превратился в «гигно». Потом довелся еще суффикс «ска», ну и окончание. Потом «гигн» превратилось в «гин». Ну, так, наверное, легче произносить, и теперь мы узнаем, как глагол «геноска». Хотя, если вы будете читать какие-то тексты эпохи предшествующей эпохи Кайнене, то форму «гигноска» вы в них достаточно часто встретите. Или, например, возьмем глагол «гиномай», у которого корень «ген», и этот корень «ген» хорошо виден в разных временах. В настоящем времени, опять-таки, у него «гиномай», но когда-то было «гиг-номай», вот этот корень «генгн», у него произошло вот такое же удвоение с добавлением «йоты», «гиг-номай», потом «гиг-номай» превратилось в «ки-номай», ну и мы имеем тот результат, который наблюдаем, в более древнем варианте греческого языка было вот это «гиг-номай». или возьмем глагол «пип-то» модель с корнем «пет». Опять-таки, «пет-пет-т» у него форма настоящего времени, как образуется, удваивается первое согласное, добавляется «йота», «пип-то» и потом что-то еще, но корень «пет» вы встретите у этого глагола в других временах, и этого «пи» в начале у этого корня не будет. Когда-то такая форма образования настоящего времени, которая типична для глаголов «нами», была более широко распространена и в «пип-то», в «генос-то», в «гиномай» мы видим следы этого, но потихонечку глаголы движутся в сторону более регулярных форм. Формы «нами» пропадают, однако у нескольких распространенных глаголов, видами один из них, эти формы сохранились. Итак, вот первое, что надо запомнить, для глаголов «нами» для них типично удвоение первой согласной с добавлением «йоты» в настоящем времени. Ну и заодно можно узнать, что такой эффект есть не только у глаголов «нами», но и исторически был и у некоторых других глаголов тоже. Второе. Глаголы «нами» в настоящем времени не используют соединительную гласную. Когда я говорил о спряжении «нами», то его несколько раз назвал «атематическим спряжением». Вот эта вот соединительная гласная, ее иногда называют тематическое гласное, и отсутствие этой гласной, формы с отсутствующей тематической гласной называют «атематическими». Отсюда про такие глаголы говорят, как «спряжение глаголов на ми» или «атематическое спряжение». Ну, соответственно, привычное вам спряжение у Айцариумена Турусин, где есть это соединительное гласное, называют тематическим сопряжением. Говорят, а тематическое сопряжение без соединительной гласной, то есть у глаголов на ми окончание лица и числа добавляется непосредственно к корню глагола. Это нужно запомнить. Следующее, мы уже несколько раз произнесли, это окончание, особенное окончание. У глаголов на ми не такие окончания, как у глаголов тематического спряжения. У глаголов на ми окончания ми первое, единственное, с второе, си, ну или син, сбегло и нё, амен, те, осин. В параграфе 34.8 вы можете посмотреть парадигму для глагола дидами, видите. Ди, удвоение, до, корень ми, никакой соединительной гласы нет. Дидами, дидос, дидусин, дидумен, дидотэ, дидосин. Часть окончаний похожа. Например, такие окончания, как мен и те, первое, второе лицо множественного числа, очень сильно напоминают привычное нам окончание тематического спряжения. Но такие, как мин, си, третьим единственным и так далее, очень сильно они похожи, и их нужно заучить, чтобы не перепутать. То есть, встретив какой-то дидосин, вы должны знать о таком окончании, как син, а то вы подумаете, что это может быть какое-нибудь сослагательное наклонение третьего лица какого-то глагола с корнем дид. Потому что о долгое, а потом син. Что-то такое вы можете предположить, конечно же, неверно. Если вы знаете глагол с корнем до, дидо в настоящем времени, знаете, что син – это окончание третьего единственного таких глаголов, то форму, конечно же, вы распознаете. Особое окончание у глаголов нами есть только в настоящем времени. Более того, особое окончание есть только в настоящем времени действительного залога. В параграфе, о том же самом параграфе, только на следующей странице, вы можете также посмотреть парадигму и для среднестрадательного залога глагола дидами в настоящем времени. И там стандартнейшее окончание my side time – это стандарт. Видите, di, do, mai, di, do, sin, di, don, tai и так далее. Что, может быть, здесь необычно, это то, что во втором соединственном числе с окончанием sai ничего не произошло. Обычно мы видим, если это окончание в искаженной форме, у обычного тематического распоряжения что случается. Сигма, оказавшись между соединительной гласной и i на конце, выпадает и происходит слияние. И в результате этого слияния мы видим что-то, мы видим e с подписной i. Поэтому lo, mai, lo, e, lo, tai и так далее, если говорить, например, о распоряжении глагола lo. А здесь, di, do, mai, di, do, sai, di, do, tai. Mai, sai, tai, metast, don, tai. Ну, в перфекте, кстати, мы тоже самое видели, среднестрадательного залога. В перфекте среднестрадательного залога нет никаких необразующих времени, ни соединительных гласных, и поэтому там тоже окончание никаких изменений, трансформации не претерпевает. И вот это mai, sai, tai, metast, don, tai мы в перфекте очень хорошо видим. Так что ничего нового нам учить не нужно. В среднестрадательном залоге у глаголов nami уже знакомые нам окончания. То есть мы учим окончание для действительного залога, мы запоминаем, что нет в соединительной гласной, и это достаточно для того, чтобы разобраться с окончанием среднестрадательного залога. Ну, вот это вот отдельный альтернативный набор окончаний для действительного залога, его нужно выучить. Четвертое правило. Гласное в основе глаголов nami может удлиняться, укорачиваться и даже когда-то выпадать. Если вы посмотрите парадигмы для среднего залога, для действительного залога, то вы увидите, что где-то омега, а где-то омикрон. Вот это то омега, то омикрон. Изменение долготы гласной в корне – это типичное еще явление для глаголов nami. Ну, есть определенный порядок, который мы с вами изучать не будем, потому что наша задача не воспроизводить эту форму, а узнавать. А если вы запомните, что корень до, и омикрон или омега могут быть в этом корне, то есть а может удлиняться или укорачиваться за гласное, то для узнавания форм глагола, в общем-то, этого вам будет вполне достаточно. Но с совпадением у глагола дидамия омега, омега, омикрон никогда не выпадает, а вот, например, мы с вами обсуждали корень, глагол с корнем pet, который превращается в pipto, да, он не глагол nami, но просто исторически, когда-то было, pet превратилось в pt, или корень ген, который превращается в гигн в настоящем времени, ну, какие-то исторические выпадения, да, у некоторых глаголов случались, и сейчас результаты этих выпадений мы можем наблюдать. Но гн, пт, там еще хорошо видно, но у глагола дидами, если бы еще выпал, вообще мало чего осталось, но, к счастью, не выпадает, просто либо омега, либо омега варьируется в корне. И пятое, что нам нужно знать про форму глагола nami, в аористе у многих таких глаголов в качестве образующей времени используется k. Не sa, как у обычных глаголов, а k, очень напоминающий перфект, то есть перфектика и в аористе тоже k. Такие формы называют kappa-aoriznami. Как у нас в результате выглядит e-do-ka? E-переращение, ну, это глагол номер, нормальные глаголы, и в аориске у них, конечно же, есть переращение, поэтому e-do-корень-ka, суффикс, e-do-kas, e-do-ken, e-do-kamen, e-do-kate, e-do-kam. Стандартный набор привычных вам окончаний, ну, чуть-чуть привычных по аористу, потому что если k на s замените, то будет, как в аористе, еще более привычных вам по перфекту, где тот же самый суффикс k, поэтому больших проблем с узнаванием этой формы, опять-таки, быть не должно. Может возникнуть вопрос, если суффикс k у глаголов nami употребляется и в аористе, и в перфекте, то как аорист от перфект отличить? Очень просто. В аористе есть приращение, в перфекте – удвоение. Форма перфекта глагола nami, а ну и вообще посмотрите, набор форм этого глагола, есть в параграфе 34.11. Видите, аорист e-do-k, e-прерращение до корень k суффикс, перфект d-удвоение до корень k суффикс. Но если мы вообще пробежимся по формам, то d-удвоение до корень mi, форма первого лица единственного числа настоящего времени, там вот это удвоение di, которое только в настоящем времени встречается, корень и новый набор окончаний сразу же к основе добавок. Имперфект у этого глагола, напоминаю, что имперфект глаголов всех, ну, в том числе и глаголов nami, образуется от основы настоящего времени. Поэтому e-прерращение, di-do-основа и окончание on. Ну, если вы посмотрите на форму e-di-dun, почему on? Потому что здесь произошло стандартное слияние, омикрон корня слилась с омикрон окончания и дало дифтонг у. Поэтому e-di-dun, e-di-dus, e-di-du, слияние, 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 e-di-do-men, e-di-do-te, e-di-dun. Да, вот, где-то слияние есть, где-то слияние нет, и мы не в первом, втором лице множественного числа не встречаем там дифтонг у или что-то в этом роде. Но в остальном, да, вот в остальном, вот это вот слияние с образованием у мы видим, ну, и эту особенность имперфектно надо запомнить. Будущее образуется чрезвычайно просто легко до, со, и вот так до корень, сигма будущего времени и окончание овеса и момента усин, стандартные, у нас уже давным-давно заученные добавляются и все. А овес мы обсудили, e-прерращение, до корень, к-суффикс, и все по стандартному. Перфект, d-прерращение, d-спудор, с добавлением epsilon, то есть, прошу прощения, удвоение с добавлением epsilon до, и к, и соответствующий набор суффиксов. Так что, смотрите в эту таблицу и задайте себе вопрос, смогу ли я узнать форму? Ну, для отношения каждой формы. Настоящее хорошо видно за счет этого удвоения, d-до, имперфект хорошо виден, e-di-do, приращение плюс основа настоящего времени, будущий корень до, если вы корень этого глагола помните, то распознайте все формы, аорис, e-do, k, если вы помните, что есть k по аористу, то тоже распознайте формы. И перфект, корень до, стандартнейший, d-do, k. Так что, помните 5 правил. Первое. Удвоение с добавлением йоты в настоящем времени. Ну, и в имперфекте, да, тоже от той же основы будет образовываться форма, поэтому там тоже вы удвоение увидите, это плюс еще и эпсилон. Второе. Это отсутствие тематической гласной, соединительной гласной, которая еще называется тематическая гласная, так что в настоящем времени прямо к основе добавляются окончания. Это особенно важно запомнить для среднего страдательного залога, потому что вот это MySightEyeMetalStandEye как раз добавляется, очень хорошо видно. Третье. Это набор самых специальных окончаний для настоящего времени действительного залога изъявительного уклонения МиССИНСИМЕНТЭСИН. Заучите, пожалуйста, эти окончания. Четвертое. Это омега или омекрон, вариация в корне удлинения или сокращения гласной в корне и даже где-то, но не углогол, а на дидами выпадения ее. И пятое. Это использование К при образовании формы ауэста. Вот, собственно, то, что нужно знать в отношении глагола дидами. Совсем немного. У нас сегодня маленький урок, но чтобы вы могли так вот постепенно, плавно войти в эту тему, раздел, посвященный глаголам на Ми, он разделен на целых три урока.